На юге нашей необъятной страны, в зоне пустынь у Аральского моря, расположена Каракалбахская автономная Советская Социалистическая Республика. Неподалеку от ее столицы Нукуса, на левом берегу самой многоводной в Средней Азии, буйной и своенравной реке Амударьи, находится небольшой районный городок Хаджиили. Некогда глухой аул стал крупным индустриальным центром республики. Здесь построены оснащенные передовой техникой промышленные предприятия. Среди них мощный хлопкочистительный завод, превращающий в добротное волокно десятки тысяч тонн белого флота. Судоремонтный завод, обеспечивающий бесперебойную работу речного флота. А речники Хаджиили первыми в стране открывают навигацию. Большие изменения в жизнь старого Хаджиили внесла новая железнодорожная магистраль Чарчоу-Кунград. Вблизи станции растет новый город. В районном центре и аулах много школ и культурно-просветительных учреждений. Десять укрупненных колхозов района неустанно умножают свои успехи в развитии хлопководства и других власти сельского хозяйства. Вместе с экономикой и культурой района растут материальные благосостояния и запросы худящих сельских. Большую роль в удовлетворении них играет районное потребительское общество РАЙПО. Как лучше обслуживать хлопкоробов во время полевых работ? Этот важный вопрос обсуждает правление РАЙПО, ставшее действенным органом коллективного руководства многогранной деятельностью потребительского общества. Крупнейшим в торговой сети РАЙПО является РАЙМАК, вернее универсальный магазин, торгующий более 8 миллионов рублей в год. А годовой товарооборот всего РАЙПО, насчитывающего около 80 магазинов, лавок, столовых, ларьков, достигает 100 миллионов рублей. Вполнее удовлетворять запросы трудящихся, образцово обслуживать покупателей. За достижение этих благородных целей развернули социалистическое соревнование кооператоры. Но бывает и так, что и при широком ассортименте товаров не удовлетворишь возросших вкусов покупателей. Вот этих товарищей, например, не устроила предложенная им плотиная ткань, не та расцветка. И они записали в книгу спроса и предложений пожелания привезти ткани в ярких, сочных красках. Расширяя торговую сеть, РАЙПО открыла ряд специализированных магазинов. Один из них Продмак. Умело осуществляют общественный контроль, избранные пайщиками лавочные и столовые комиссии. Член лавочной комиссии Саша Айманов С удовлетворением отмечает добросовестную работу продавца Юнуса Ахмедова. С честью оправдывает почетное звание отмечника советской торговли продавщица Хадича Ахмедова. Вкусным, ароматным хлебом обеспечивает население города хлебопекарня РАЙПО. А кондитерский цех с пирожными, бисквитами и другими изделиями. В том, что они вкусные, сомневаться не приходится. Хаджиринские кооператоры обеспечивают продовольственными товарами не только свои предприятия, но также лечебные и детские учреждения. Много радости доставляет детворе игрушки. Они тоже приобретены в РАЙПО, в специализированном культмаге, в котором заведует Шанка Ахшибар. Более чем на полтора миллиона рублей в год продает магазин населению различных культ-товаров. Осуществляя решение партии правительства об улучшении общественного питания, РАЙПО увеличивает сеть столовых и закусочных, расширяется ассортимент, повышается качество приготовляемых блюд. Одно из лучших в Карагалпакии по праву считается хаджиринская столовая номер один. Здесь всегда можно получить вкусную, разнообразную и сытную пищу. Хаджиринские кооператоры умело применяют передовые методы советской торговли. Это торговля товарами первой необходимости без продавца при столовой МПС. Как и другие, столовая МТС переведена на самообслуживание. Сейчас механизаторы тратят на обед значительно меньше времени, чем прежде. Несколько сот тысяч различных мясных, молочных, овощных блюд приготовляют в год 11 столовых и закусочных райпо. Книга стала постоянным спутником и верным другом многих дружеников района. Поэтому почти все магазины и лавки райпо торгуют книгами. Но особенно широк выбор литературы в специализированном книжном магазине. Заведующий магазином Анвар Валиниязов любовно заботится о пополнении книжных фондов библиотек промышленных предприятий, школ, техникумов и колхозов и личных библиотек трудящихся. Большим спросом пользуются и товары, домашнего обихода. Их можно купить в любой сельской лавке. Но чаще всего покупатели приходят в специализированный хозмаг. Растут и богатеют колхозы района. Множатся их закупки товаров хозяйственного и производственного назначения. Тысячи тонн зерна получается в хозартеле района в порядке отоваривания сданных имя государству технических культур. Больше чем на 11 миллионов рублей в год продает раймо хозяйственных товаров и зерна. Специализированные керосиновые лавка удовлетворяют потребности в керосине не только горожан, но и население окрестных аулов путем развозной торговли. Так всегда бывают базарные дни на колхозном рынке Хаджири. Бойко торгуют в такие дни многочисленные ланки райпо. Их дневная выручка достигает 300 тысяч рублей. Внимательнее и культурно обслуживает покупателей одна из лучших работников трилавка, заведующая ланьком галантерейных товаров Роза и Смазилова. Лавки торгуют также сельскохозяйственными продуктами. Но это не обычная, а комиссионная торговля. Ее годовой товарооборот превышает 3 миллиона рублей. Для хранения скоро портящихся продуктов райпо построила вместительные овощехранилища и лестники. На склады райпо поступают транзитом товары из централизованных фондов и закупленные самими кооператорами в разных городах Узбекистана и других братских республик. Такие закупки составляют 15 миллионов рублей в год. Умело даботятся о быстрейшем продвижении товаров в торговую сеть отличники советской торговли. За складом Абдурахман Мангутов и за вторг Петр Георгиевич Рябиня. В течение нескольких лет хаджилинские кооператоры успешно применяют кольцевой завоз товаров в торговую сеть. Этот передовой метод работы дает большой экономический эффект и способствует лучшему обслуживанию населения. Кольцевой завоз товаров осуществляется по шести маршрутам. На маршрутах протяженностью до 25 километров используется бужевой транспорт, а на более длинных автомобильный. Мазади остались лавки в колхозах имени Куйбышева и имени Маленкова. И сейчас товары доставлены в совхоз Амут Алья. Для лучшего обслуживания тружеников совхоза открыт новый, просторный, хорошо оборудованный магазин. Здесь всегда можно приобрести различные товары народного потребления. По установленному графику, в сельские магазины для приемки выручки, товароденежных отчетов и заявок на товары выезжают бухгалтер и кассир Райко. Сегодня они приехали в совхоз Амут Алья. Такие выезды помогают улучшить контроль над финансовой и хозяйственной деятельностью торговых предприятий. На специальном пароме через Амут Алью в торговую сеть Хаджиринского райпо переправляются товары с базы Республиканского потребсоюза в Лукусе. Обратными рейсами транспорт используется для перевозки тоглева и заготовленных кооператорами сельхозпродуктов и сырья. На всю республику славится колхоз-миллионер имени Ленина. С каждым годом богаче и культурнее становится жизнь их под корову-фортили. Колхозники купили в магазинах Райко много радиоприемников, швейных машин, велосипедов, мотоциклов, а несколько из них приобрели и легковые автомашины. В собственном зиме ездит и бригадир колхоза Аман-Квыч Джалинов. Вместе с ним заведующий сельской лавкой Еринбет Хатюниадов отправляется на очередное участковое собрание пайщиков. Джалмак отчитывается в своей работе. В одной только его небольшой сельской лавке колхозники покупают различных товаров на миллион триста тысяч рублей в год. В нашем колхозе, говорит Аман-Квыч Джалинов, много новостроек, растут доходы колхозников, нам нужно больше разных и добротных товаров. Пайщики одобряют работу залмага, но и критикуют его за то, что он мало занимается развозной торговлей. Еринбет Хатюниадов учел праведливую критику. Теперь он систематически наведывается с товарами на полевые станы. Выполняет индивидуальные заказы пайщиков и зачастую доставляет им товары на дом. Это одно из преимуществ пайщиков. В небольших отдаленных населенных пунктах нет постоянных магазинов, но их жители обслуживают царайко не хуже других. Сюда регулярно выезжают автолавки. В тех случаях, когда некоторых товаров повышенного спроса не хватает, преимущественным правом приобретения их пользуются пайщики. Больше других приезд автолавок радует чабанов на далеких отгонных бандищах. Правда, нелегко разыскать их в степи. Но завмага шофера Ешмурата Абдулаева трудности не пугает. Он продает сельским друженикам различных товаров более чем на 700 тысяч рублей в год. Добротные сапоги привез дободливый кооператор Чабану по его предварительному заказу. Этот сход принадлежит райпо. Собственная животноводческая база, насчитывающая более 700 голов крупного рогатого скота, овец, коз, помогает улучшать снабжение молочными и мясными продуктами в столовых, а также лечебных и детских учреждениях. Активное участие принимает райпо и в строительстве нового хаджиэли. Здесь сооружаются двухэтажные здания универмага и ресторана райпо. Жилые дома пайщиков потребительской кооперации. Многие из них строятся из материалов, приобретенных в райпо. Непрерывно растут прибыли пайщиков. Более миллиона рублей в год получают члены потребительской кооперации в виде дивидендов, а культфонд превышает 900 тысяч рублей. Из средств культфонда построен и клуб пайщиков. По праву гордятся хайджиэлинцы перед веками торговли и высокой наградой, которую райпо удерживает почти два года. Сегодня в клубе очередное собрание работников райпо и пайщиков. Свыше 25 лет работает в потребительской кооперации председатель правления райпо Сейджан Матчанов. Он докладывает собранию о квартальных итогах социалистического обинования кооператоров. Райпо систематически поощряет пайщиков-активистов. Один из них, Эшния Азбабанов, недавно позывал на курорте. Он говорит о необходимости лучше выполнять наказы пайщиков. Его поддерживает джихады Джалтыбаев. Он справедливо напоминает правлению райпо, что уже пора снести такие лавки и построить всюду вот такие. На собрании выступает секретарь райпо партии Султан Абдурахманов. Достойно к ним успехи коллектива райпо, он говорит, нельзя довольствоваться достигнутым. Патриотический долг сельских кооператоров с честью выполнит задачи, поставленные перед ними историческим 20-м стерзаном Коммунистической партии Советского Союза, в шестой петербурге. В клубе пайщиков ведется большая культурно-просветительная работа. Здесь выступают кружки художественной самодеятельности. Прилежие артисты. Читаются лекции. На работе пиблиотека. Устраиваются вечера отдыха. Заях, в пятницу. Воентalt, военное. Военная. Военная. Сбережие артисты. Новая военная. Кружки. Хищников Козловых. Но почетный новлага народа. Абдурах. Правда.